Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня у нас эфир, который я решила назвать «Точки роста». Мы сегодня поговорим с вами о том, что это за такие точки, каким образом мы с вами можем и вообще каким образом мы с вами растем, что должно происходить в нашей жизни для того, чтобы мы от момента вот этой той самой мысли, когда нам хочется что-то изменить в своей жизни, на самом деле получили это изменение. Потому что если спросить и вот начать общаться с любым человеком, каким-либо в компании, о его планах, о его целях, то все будут говорить о том, что они очень хотят и ждут каких-то изменений в своей жизни. Конечно же, у меня есть цели. Цель вообще стала такое понятие, фразочка такая даже модная, ну типа все такие очень цельные, прицельные, я бы сказала, у всех есть глобальные цели на жизнь, у кого-то они на ближайшее будущее, у большинства людей на какое-нибудь там далёкое, но все очень любят об этом говорить, размышлять, предполагать, но у большинства людей есть такое, знаете, искренняя надежда, хотя люди этого недопонимают, что это будет когда-нибудь потом. А пока сегодня можно так. И мы сегодня как раз с вами обсудим то самое потом и то самое, когда эти цели начинают трансформироваться в жизнь, благодаря чему это начинает происходить. И как вот эти точки роста нам пережить, потому что обычно люди очень сильно теряются в тот момент, когда у них открываются возможности для того, чтобы что-то изменить. И зачастую именно в этих точках роста очень многие и ломаются. То есть когда они сталкиваются с тем, что вот-вот откроются двери для того, чтобы осуществить свою цель и перейти на новый уровень, это человека и пугает. То есть если говорить так в общем, то большинство из нас любит больше говорить и размышлять об этом. А вот когда дело подходит, вот знаете, уже нужно принимать решение и прыгать с парашютом, то человек отказывает и дает заднюю, начинает себя очень странно вести и говорит о том, что у него сейчас болит голова, очень важное дело, что-то срочно произошло. Вот давайте сегодня эту с вами тему в общем-то и обсудим. Ну давайте начнем с основного. Что такое эти точки роста? Точки роста это как раз и есть тот самый переход, когда у нас появляются возможности перейти с одного уровня на другой. Ну например, вы очень сильно хотели какую-то другую работу, вы начали думать об этом, вы начали принимать какие-то шаги, и вот вам звонит ваш знакомый и говорит о том, что в его компании проводят собеседование на должность, которая вам интересна. Или к вам просто подходит где-то человек и говорит о том, что слушай, привет-привет, у нас вот в компании, нам нужны такие люди, как ты, приходи-ка к нам на собеседование. И вот что начинает происходить с человеком. Он вроде бы этого хотел, он должен этому радоваться. Вот дядька ко мне тут в окно заглянул. Но в этот момент человек начинает включать свои какие-то убеждения, страха. Что говорят в этот момент убеждения? Блин, сейчас не самое подходящее время, у меня только какой-то там проект, блин, у меня только наладились отношения в компании с руководством, блин, а если это будет неэтично и неприлично, ну как же так, как я пойду на собеседование с другими, а будет ли у меня хватать времени? Любые мысли, которые начинают возникать у вас в этот момент, говорят о том, что у вас есть блоки. Точно так же, как вы находитесь в каких-то отношениях, которые вам не очень нравятся, и вы думаете о том, что было бы все-таки неплохо, наверное, закончить эти отношения. И вот кто-то появляется, вы с кем-то знакомитесь, человек просит ваш номер телефона, или вы уже обменялись номерами телефона, или он находится в вашей компании, или он появился в каком-то кругу ваших знакомых, и он предпринимает какой-то шаг, пригласить вас попить кофе, просто поговорить, сходить вместе на день рождения. И в этот момент вы начинаете делать все для того, чтобы это не произошло. Вы начинаете себя неадекватно вести, вы не соглашаетесь, вы начинаете тут же представлять себе, что это какая-то суперизмена, что так неприлично, что так нехорошо. То есть все ваши блоки начинают активно этому мешать, до тех пор, пока не появляется ваша подружка и не забирает этого парня, или наоборот, ваш друг. То есть вот моменты точек роста, они, как правило, заставляют нас сделать выбор. И очень часто эти точки роста, они происходят у тех людей, с которыми я, в частности, работаю, у людей, которые работают со своим сознанием, со своим мышлением, которые хотят что-то изменить. И вот в тот момент, опять-таки, когда возможность появляется, начинают всплывать вот эти вот программки. Так бывает часто с деньгами, когда, не знаю, вы хотите, чтобы у вас было больше денег, вам дают чаевые за что-то, говорят, это вам. Вы говорите, не-не-не, я честный, не надо мне ваши деньги, пожалуйста. Или вы просите денег, а вы идёте по улице, находите кошелёк и начинаете искать, кому этот кошелёк принадлежит, звоните в полицию, пишите везде в фейсбуке, потому что вы очень честный человек, и вы не понимаете, что каким-то образом Вселенная даёт вам то, о чём вы просите. И вот это происходит сплошь и рядом. И вы должны запомнить такую очень важную штуку, что точка роста – это всегда точка перелома, перелома, это точка, когда вам необходимо начать совершать новые действия и когда вам необходимо выйти из своей зоны комфорта. То есть выйти из зоны комфорта – это не значит нажать себе на шею или на болевую точку, это значит начать делать что-то, чего вы не делали. Если вы возьмёте, вот вы сушите волосы, правой рукой фен, например, держите, если вы возьмёте фен в левую руку, вы выйдете из зоны комфорта, вы будете делать что-то другое, не воспринимайте выход из зоны комфорта, и, как знаете, обязательно нужно наступить на яйца шпилькой, и вот так больно должно быть. Нет, это просто означает, что вы смените шаблон действий, что вы будете делать что-то иначе. Вот, собственно, и всё. Это не означает какие-то страдания. Но когда вы себе не разрешаете этого делать, когда вы активно делаете всё для того, чтобы не пустить ничего нового в свою жизнь и продолжать мыслить так же шаблонно, как вы мыслили раньше, и при этом оправдывать себя, а зачастую мы оправдываем себя в этих случаях очень просто. Я – приличный человек, я – воспитанный человек, я – человек, который уважает других. То есть, как только мы начинаем надевать на себя рубашку вот этого классного парня или классной девушки, ну, классный парень как-то лучше звучит, вот это означает, что мы просто, извините, уписываемся от страха и пытаемся себя оправдать тем, что я очень хороший человек. Вот и всё. Это как, знаете, мужчина, который встречается с девушкой, при этом у него есть жена, вот, и в момент, когда девушка говорит ему, делай выбор, он себя чувствует очень хорошим человеком. Он говорит, прости, но я не могу бросить жену ребёнком. Значит, трахаться с тобой он мог, изменять ей он мог, писать тебе он мог, всё он мог, а теперь он хороший человек. Класс вообще, да, теперь вот он резко стал вот очень приличным. То есть, люди не выставляют, ну, как бы вот всегда для себя имеют какой-то загашничек, что вот это всё да, а вот это нет, я хороший человек. Запомните, пожалуйста, что все точки роста – это изменения модели вашего поведения. И если вы стремитесь к тому, чтобы в вашей жизни было то, что вы там себе пишете, фантазируете, мастурбируете и прочее, вы должны быть готовы к тому, что нужно совершать другие действия. И не надо на всё вешать вот эти ярлыки «хорошо» или «плохо», «обо мне подумают», «обо мне не подумают». Давно плюйте вы на это. Это ваша просто жизнь. Уберите все эти шаблонные штучки. Знаете, это как вот в магазин заходишь, акция, переакция, купи два, купи три. Да какая разница? Главный вопрос – тебе это надо или нет? Нахрен мне надо те семь пар носков и семь в подарок, если мне вообще не нужны носки. Вот научитесь убирать эти шаблонные стереотипы, которые давным-давно находятся. И задайте себе главный вопрос. Я хочу действительно этих изменений. Не потому, что принято хотеть изменений, не потому, что от меня их ждут, не потому, что неплохо было бы, чтобы они были. А я хочу или я не хочу? Это самый главный ваш критерий. И если я хочу, то не надо быть ни хорошим парнем, ни хорошей бабой, ни оправдывать чьих-то ожиданий, ни думать, мозг, бошку свою включить можно или нельзя. Вот знаете, сейчас такой период, о котором я не могу не заговорить, я называю это коронавирус мозгов, когда люди просто уже с этим коронавирусом, простите, отупели по полной программе. Вот кто-то где-то заболел коронавирусом, значит, и говорят, давайте теперь вот всё закроем. Вот всё закроем, потому что у нас там где-то кто-то заболел коронавирусом. Класс! Очень круто! Всё закрывают, но когда, например, шла история про то, что позакрывали почти всё, ну, условно, фиг с ним, но когда, например, у детей закрывают один кружок, а при этом их родители везде ходят, дети продолжают ходить в школу, ездить в метро, то скажите мне, пожалуйста, от кого и чего мы что охраняем? Вот уже настолько тупость, вот это вот, знаете, мне кажется, что этот коронавирус реально поубивает тупых людей, тупость настолько зашкаливает, настолько во всём этом, что люди совершенно уже не думают и не соображают, что мы не живём с вами в вакуумном пространстве, что мы все ходим, смотрим, трогаем, потому что эти повязки, всем на них уже давным-давно пофиг, ну, заболеешь и заболеешь, ну, переболел, у меня уже переболело достаточно приличное количество знакомых, переболели как гриппом, как гриппом, мне гораздо страшнее не те люди, которые переболели коронавирусом, а те люди, которые своим башкой болеют так, что просто на них страшно смотреть, что они готовы оказаться без денег, без ничего, просто потому что ужас их съедает, вот этот страх гораздо сложнее, страшнее, точнее, поэтому, пожалуйста, включайте всегда свой мозг и понимайте, что для того, чтобы вы выросли, для того, чтобы вы перешли на другую работу, в другую школу, в другие отношения, на другой жизненный уровень, вам необходимо начать делать что-то другое, и нужно думать своей головой, вот представьте себе, что голова нам всё-таки дана не только для того, чтобы жрать, это тоже для меня откровение, потому что вот можно на меня посмотреть, на главного обжора этой страны, которые любят пожрать, но думать-то тоже ей можно, ну представьте себе, гвозди можно ей ещё забивать, мячик отбивать, не знаю, там ещё всякие прикольные штуки делать, но думать-то тоже можно, размышляйте и соображайте, я просто уже очень устала наблюдать за людьми, которые просят каких-то изменений, но как только эти изменения начинают происходить, у человека начинается внутренняя истерика, и он начинает оправдывать себя, все ищут оправдания, никто не говорит, слушай, я просто тупой, или я просто ленивый, или просто я думал, что я хочу этих изменений, на самом деле они мне не нужны, это нормально, но когда человек начинает искать себе оправдания, сегодня коронавирус, вот эта пандемия, одно из главных оправданий для всего, и чувствуешь себя порядочным человеком, например, я не могу этого сделать, потому что я боюсь заразить мир, я самоизолируюсь, блин, застрелись, иди застрелись лучше, хочется сказать, вот самоизолировался, ну нужно же чуть-чуть соображать, ну люди, надо это делать, поэтому помните, пожалуйста, такой простой опции, как подумать, поразмышлять, не поразмышлять вечерком над тем, там, не знаю, вчера новость дня, если вы не знаете, главная сплетница страны Оля Ермилова вам расскажет, вообще шок дня, супер лента инстаграм выдает мне в поиске, знаете, я иногда нажимаю на кнопочку поиска, что у Яны Рудковской родилась, ой, кто, сын, сын родился, оказывается, у нее суррогатное материнство там, значит, было, и вчера ей принесли ребенка, и она стала вот в четвертый раз, или в третий раз, не знаю, в какой, матерью, у них ребенок появился, я, конечно, зашла на страничку Яны Рудковской посмотреть, о, ребенок появился, ну, ребята, ну, классно, вот смотрите, тем для новостей полно, можно свою жизнь делать очень полноценной, обсуждая все эти чудесные новости, благо их у всех наших селебритис, хоть отбавляй, но опять-таки, зачем, зачем наполнять свою жизнь этим, я вам объясню, почему это происходит, в большинстве своем люди наполняют свою жизнь вот этим всяким шлаком, во-первых, для того, чтобы чувствовать как-то полноценно, всегда есть темы для разговора, во-вторых, потому что свою жизнь наполнять больше нечем, потому что если вы не растете и не развиваетесь, если у вашей жизни что-то не происходит, а когда вас спрашивают, как ваши дела, вы говорите, ну, что, хожу на работу, дома все по-старому, в принципе, неинтересно, а я вам объясню, почему неинтересно, а неинтересно, потому что вы не ставите никаких целей, и цели не из позиции даже, знаете, там, купить машину, или вообще вот жизненные какие-то цели, это ваш двигатель, когда мы с вами начинаем развиваться, когда мы рискуем, когда мы делаем, и делаем, а это опять-таки все называется выход из точки, точка зоны роста, когда выход из зоны комфорта происходит, потому что нам необходимо взять новую высоту, это нас драйвит, это дает нам энергию, это дает нам силы, это дает нам, знаете, вот, вот, ну, это совершенно другое состояние, потому что мы все время хотим выиграть, это включает нас азарт, это в нашем организме запускает совсем другие гормоны, другие процессы, и мы молодеем таким образом, мы живем таким образом, но когда вы себя всего этого лишаете, и возвращаете себя в спокойное существование, по принципу, тише едешь, дальше будешь, по принципу, мне много не надо, и хорошо, что это есть, и как-нибудь переждем, перетерпим, все, вы умерли, поздравляю вас, и никаких точек роста здесь нету, оправдать себя можно в любом состоянии, нету точек, вот я, когда находилась в состоянии страха, а такое состояние тоже бывает у нормальных людей, я помню очень хорошо, какими мыслями я оправдывала все, чего у меня не было, скажем так, что я себе рассказывала, оправдать можно все, это я вам точно скажу, но энергия жизни заключается именно в нашем развитии, а развитие заключается, и кайф тогда, когда мы с вами какие-то новые вершины покоряем, это необходимо человеку, что-то новое открывать для себя, изучать, покорять, чувствовать, что ты растешь, где-то падать, это тебя еще больше, вы знаете, чемпионов драйвит две вещи, это победа и проигрыш, и неизвестно, что драйвит больше, потому что, когда чемпион выигрывает, он знает, что он выиграл, но он выиграл сегодня, и чем больше он выиграл сегодня, тем страшнее завтра это потерять, чемпион выходит уже не выигрывать, он выходит доказывать свой титул, и поверьте, доказывать свой титул сильно страшнее, я, например, когда выхожу на сцену каждый раз, а я всегда позиционированная, как лучший спикер, как человек, который умеет подрывать людей, для меня это всегда вызов, я каждый раз выхожу, и мой кошмар ночной, это что сейчас все уснут, что я выйду и не смогу ничего людям интересного сказать, что люди после меня не проснутся, что у людей после меня что-то не начнет меняться, и этот вызов он очень серьезный, и мы сами устраиваем себе эти вызовы, конечно, есть люди, которые говорят, зачем вы себе это все придумываете, мы это придумываем, чтобы жить, чтобы чувствовать, что ты живешь, чтобы понимать, что ёпсель, класс, кайф, вау, это такая наркота внутренняя, когда ты знаешь, кто ты есть, когда тебе интересно жить, когда ты хочешь это делать, когда ты стоишь утром, у тебя есть силы, энергии, у тебя все есть, а не когда ты тихонечко проснулся, и радуешься, что у тебя 4000 гривен до зарплаты, блин, и значит, ты можешь купить макарошки, и найти в метро по акции гречку, да нахер нужна такая жизнь, скажите мне, пожалуйста, ну это же нудно, 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 и нудно, не будьте нудными, это самое вообще дурацкое, что может быть, поэтому все, что вы мечтаете, все к вам плывет в руки, так откройте глаза, и начните это использовать, начните не искать оправдания, забудьте, блин, об этом гребаном коронавирусе, ну переболеете, успокойтесь и пойдете дальше, я уже честно вам скажу, я не обращала на это внимание очень много времени, до тех пор, пока это вот в упор не стало мне в лицо бить, тем, что то мои дети туда ходить не могут, то блин, это отменили, то уже просто задолбало, задолбало это дико, ну сколько же можно жить в окружении, блин, тупых людей каких-то, ну сколько, ну хватит, ну просыпайтесь, ну нельзя так, пусть лучше мы умрем весело, зачем мы будем скучно сидеть в квартирах и бояться чего-то, это самое вообще дурацкое, что может быть, ну честно, поэтому, когда вы просите об изменениях, будьте добры, разуйте глаза, и не уписывайтесь от страха, когда ваш мир начинает шататься, мир начинает шататься, это прекрасная возможность выходить и что-то менять, сильно сложнее менять, когда все сильно хорошо, знаете, ничего не шатается, ты хочешь разойтись с мужем, а он зараза очень хороший, он тебя любит, он тебе дарит цветы, вот это печалька, а если он тоже начинает шататься, супер, любые наши шатания, любые наши какие-то изменения в стабильности нашей жизни, это наши точки для роста, это то, что нас может поменять, это то, что может дать нам другие совершенно возможности, самое стрёмное, что есть, это постоянство, это постоянство, это когда всё стабильно и ровно, я не говорю о том, что такие шатания должны быть постоянно, но тем не менее, их должно быть больше, и единственное, что может быть постоянно, это наше, вот это вот желание лезть вверх, это наш рост, это наше развитие, вот в чём классно постоянство, когда вы постоянно себя покоряете, Когда человек говорит, у меня нет энергии, у меня нет силы, у меня не знаю, что мне делать, у меня нет больше денег, это говорят только те, кто боится, боится дергаться. Все люди, которые развиваются, поверьте, сил у нас предостаточно в любой момент, потому что мы все время ходим на таком лезвии, у нас все время полно сил, нам нужно балансировать. Слабое тело, попробуйте поднять слабое тело, вот взять его за руки и поднять, вы его не поднимете, вы можете поднять только сильное напряженное тело, тогда оно будет классным, крепким, у вас будет сила его поднять. Вы даже ребенка не поднимете в туалет ночью, когда он вот так вот висит, ну так происходит, поэтому секреты успеха максимально просты, максимально просты. И у меня часто такое бывает, что приходят на рерайтер жизни люди, и большинство людей заряжены, большинство людей очень хотят что-то делать, понимают, что необходимы изменения. Но есть такие люди, которые, вот знаете, как-то хотят, чтобы с ними случилось, но так тоже не может быть, потому что если вам лень, чтобы это с вами случилось, если вы не можете развиваться в этом, если вы не хотите ничего делать, то никто этого за вас не сделает абсолютно. Вы это должны понимать. Ответственность за вашу жизнь всегда принадлежит вам. Хотите вы этого или не хотите. Очень люблю, когда вы пишете мне вот про мои волосы, там еще про какие-то части тела. Очень это прикольно. В моей жизни, вот вы должны понимать, я вас благодарю за комплименты, но в моей жизни все охуенненько, и волосы, и все остальное. Я вам рассказываю те штуки, которые могут сдвинуть вашу жизнь. И очень обидно иногда бывает, и непонятно, до смеха, когда ты говоришь людям о каких-то очень важных штуках, и они тебе плащ твой хвалят там, или там, не знаю, еще что-то. Ребят, но если это все, что вы способны в жизни увидеть, то это печально. А если это все, что вы способны сказать в данный момент, то вы, значит, не понимаете, что нужно делать в данный момент. Если вы не умеете действовать в данный момент правильно, значит, вы будете процирать и проебывать свою жизнь. Вот сегодня такой день, когда хочется сказать все именно такими словами, подняв за вас вокал Пепси-колы. Я сегодня пришла в Макдональдс, я стояла 10 минут, ждала вот эти две банки и печенье. Потрясающий был мальчик, в кавычках, который не шевелился. Если бы было ружье его отстрелить, как худшего вообще человека, знаете, у них есть все время лучший сотрудник, я бы его как худший, я бы ему яйца прострелила бы и повесила бы их там, знаете, мошонка худшего сотрудника. Он приносит мне овсяное печенье, ушел куда-то, приносит, и оно не овсяное. Он приносит мне печенье с шоколадом. Я вот смотрю и думаю, ёпси-льмопси, это же в Макдональдсе один из лучших вообще HR-ов, которые, вот HR-отделы, которые есть в нашей стране, и, наверное, не только наши, это Макдональдсы. Это его выловили, это его учили, обучали, как это делать, и он и тут налажался овсяным печеньем, понимаете. Вот так бывает. И я выхожу с Макдональдса, Сережа меня ненавидит, стоит. Он думал, что я заказала какой-то супер гамбургер, знаете, который долго готовит. Вот если вы заказываете какой-то спешл меню гамбургер, его готовят очень долго, потому что вот вы единственный, кто его заказал. Но нет же, я заказала Кока-Колу и кофе, и печенье, и мы налажались здесь, и 15 минут на кассе Оля ждала, я уже просто не знала, что делать. Дайте мне расстрел мошонок Макдональдса. В общем, бывает это такое. Единственное, что я себе говорила, Оля, успокойся, пожалуйста, дыши глубоко, тебе не нужны негативные вибрации. Поэтому я стояла, представляла его мошонку и ржала, потому что точно понимала, что ничего хорошего там нет. Нет, вот, поэтому это по поводу вашей точки роста. Еще раз, эта тема у меня наболевшая, потому что я общаюсь со многими рерайтовцами, людьми, которые находятся со мной, и я вижу, как они нагло лажают. Я вижу, как жизнь дает им. Стакан Кока-Колы, который они просили, а они, блядь, отворачиваются в сторону и говорят, ааа, блин, блин, надо брать Кока-Колу. Нет, нет, я сейчас не могу пить Кока-Колу, я на диете, у меня газы в животе, у меня нет. What happened, people? Что с вами? Алло, так нельзя. Не моно так. Если вы о чем-то просите, ребяточки, то надо быть к этому готовыми, надо это брать. И газики в животе, трубочку в попу вставите, попукайте, все нормально будет. Я знаю, что я очень интересный спикер, я понимаю это, но у вас есть тот самый случай, та самая возможность задать мне какие-то интересные вопросы, пока я не продолжила рассказывать про мошонку и про другие части тела, потому что я чувствую, что сегодня настроение у меня такое, машинковатое. Мои подружки мне говорят, почему ты не пьешь? Ну, представляете, если я пила, я бы вообще всем всю правду бы рассказала, которые не просят. Но если без вот этих всех шуточек моих умных, которые вы любите, я знаю, то скажу вам просто. Нужно все-таки понимать, что в жизни действительно все очень сильно просто. И если вы чего-то хотите, вы можете это получить. Но я уже поняла, что нужно готовить людей к тому, что это правда, потому что люди не верят в это и говорят, ладно, окей, я буду хотеть. И как только начинает что-то идти в руки, люди очень часто пугаются. Очень часто пугаются, что это действительно работает. И как оказывается, большинство людей не хотят этих изменений, не готовы к этим изменениям. И вот знаете, хочу, 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 а потом оно начинается, и ты думаешь, ёперный театр, это же теперь все остальное придется менять. Да, вот со всей ответственностью вам скажу. Придется менять все остальное. Вот изменения в жизни, это очень циклический процесс такой связанный. Вот заодно ниточку потянули, помните, как ниточка в колготках? Вы так ее дернули, у вас так раз и стрелка, опа, и все колготки распоролись. Я детям говорю, если ты капронку зацепила, не тяни за ниточку, потому что будет пипец. Ты тянешь за маленькую, и оно у тебя все распарывается. В жизни точно так же тронул одно, и все начинает у тебя лезть. Поэтому соображайте и понимайте, и если вы уже начали играть, то играйте до конца, и держите в своей голове план той жизни, которую вы хотите. Почему мы в Рерайтер жизни переписываем всю жизнь, а не пишем список целей? Потому что я точно знаю, что когда тронешь одно, повалится все остальное следом. И когда ты не знаешь, какую картинку другую ты хочешь, то у тебя двойной шок. Мало того, что все валится, ты понятия не имеешь, что будет дальше. Но когда ты дернул, все валится, а ты в голове держишь другое визуал, то реальность очень быстро начинает тебе говорить, а вот это тебе, пожалуйста, вот, знаете, как заказ в Макдональдс, только я надеюсь, что в вашей жизни обслуживать вас будет не такой мальчик с мошонкой, как мой. Так, прекрасненько, смотрим на ваши вопросы. Боже, сегодня где-то напачкалось так. Боже, моя няня просто уехала куда-то и шлет мне 150 тысяч вопросов тут. Подождите одну секунду, пожалуйста, а то она не отстанет. Мы висим в эфире, простите, срочно нужно было ответить няне. Итак, как быстро переключаться с негатива на позитив? Ну, для этого существует хреново туча техник. Но первое, что вы должны знать, это то, что если вы будете находиться в негативе, то вы как будто бы окунетесь в говно и, простите, от вас будет долго вонять. Такой вам визуальненький примерчик. Вот помните об этом. И поэтому ваша задача перепрыгнуть в другое настроение. Как правило, другое настроение – это переключение. Переключение на нечто позитивное, на нечто хорошее, на нечто то, что вам поднимает настроение. Пусть это будет любимый трек, пусть это будет, я не знаю, разговор с кем-то, звонок другу. Переключение внимания. Есть специальные техники, я не буду их сейчас рассматривать, у меня есть целые видео, по-моему, где-то по работе с негативом, поищите. И ключевое, что вы должны понимать, что первое – нельзя в какашке, второе – необходимо переключить себя. Если вы начинаете говорить, как себя переключить, вот так. Вот представьте себе, что вы взрослый человек, и вы должны уметь это делать. Не умеете, приходите в рерайтер. Так, если бы отстрел был разрешен законом, кто бы вам подавал патроны, или всё сама, под своё усмотрение, не полагаясь ни на кого? Ой, вы знаете, это всё так сложно, я в этом плане совершенно, вот я бы брала у всех, у кого они есть. Я бы говорила ей, чел, у тебя есть патрон, давай. Я совершенно незамороченный человек по вот этому поводу, всё сама или всё не сама. А вот, знаете, я уже научилась просто использовать всё, что у меня есть под руками и всех. Я очень открытый человек на самом деле, в последнее время стало так точно. Поэтому вот я не заморачиваюсь этими штуками. Я могу подойти к любому человеку, попросить о любой помощи, об одолжении, о чём угодно. Это всё началось с того, когда у меня появилась машина 12 лет назад, и я не могла, не умела парковаться, ну, как многие девочки. И я заехала, помню, в какую-то арку, и надо было выезжать задом, я не могла этого сделать. И сзади стояли парни на тачке. И я вышла, дала им ключи от машины и сказала, ребята, смотрите, я хуёво вожу, я вот два месяца за рулём. Поэтому сделайте это за меня, если вы не хотите, чтобы я сейчас раздолбала весь двор. Мне было это страшно очень сильно сказать, но тем не менее я это, ну, как бы через это прошла. И на сегодняшний день, после того, когда я родила двоих детей перед целой аудиторией людей, как мне кажется, вот, потому что почему-то на моих родах всегда присутствовало очень много людей, я вообще перестала чего-либо стесняться, бояться, париться и вообще заморачиваться чем бы то ни было, и вам рекомендую. Поэтому будьте сильно проще и не усложняйте себе жизнь абсолютно ничем. Вот, я думаю, что вы этот вопрос тоже имели в виду. Вообще я не агрессивный человек, но тем не менее я могу придушить. Но не люблю этого делать. Вот, единственное, что меня больше всего бесит, не единственное, два пункта. Первое – это тупость. Второе – это пофигизм людей. Я не люблю людей, которые находятся рядом со мной и которым пофиг. На меня, на моих детей, на вот что-то, что связано со мной. Я просто от этих людей в жизни избавляюсь. Это для меня самое стрёмное, что может быть. Я люблю окружать себя теми людьми, которые отвечают за какие-то вещи, с которыми я с ними соприкасаюсь. То есть, если я прихожу к человеку, которому я там стригу волосы или крашу, я никогда не буду ему говорить, как меня стричь и как меня красить. И если этот человек не понимает этого, я никогда к нему не приду. Поэтому у меня мастер по волосам, мне 37, с 19 лет Андрей меня стрижет, Люся делает мне ногти с 19 лет и так далее. И где бы они ни были, с кем бы они ни были, я всегда рядом с ними, потому что я могу прийти в салон, закрыть глаза и вообще не парить свой мозг. Я обожаю таких людей, с которыми я могу свои все вот эти точки контроля убрать. И всегда стремлюсь себя такими окружать. Так, слушала бы и слушала вас, спасибо большое. Второе, страх глобальных изменений, да, все говорят, что такое стыд и стеснение? Это страх, мне кажется, что это неуверенность в себе, да, это страх показаться кому-то несовершенным, это страх, что вас осудят, это страх, что вы выглядите не так, как, ну или говорите не так, или делаете не так, как от вас кто-то ожидает. Да, я думаю, что это вот оттуда какое-то, вот это вот ожидание, несоответствие тому, как это должно быть. Я помню, как у меня был стыд сказать мужчине, что у меня нет денег там на такси, да, там, потому что, ну, потому что, вот этого потому что, вот этого потому что надо от всего избавляться. Просто устать, вот бояться и говорить все как есть. Я ненавижу, когда передо мной ломают комедию, когда мне там что-то пытаются объяснить, я говорю, у тебя нет денег, ну так это что, проблема, что у тебя нет денег? Ну это не проблема, у всех, все мы с этим сталкивались. Я вот очень люблю какую-то, знаете, честность, и этой честности нужно учиться прежде всего самим собой. Вот, устать, понять, что пока ты не станешь откровенен самим собой, ты не сможешь никуда сдвинуться. Ну, ты не можешь понять, кто ты есть, с чем у тебя проблемы, с чем у тебя вопросы. Нужно стать честным самим собой и перестать бояться другим говорить тоже эту честность, там, не могу, не хочу, не получается, не уверена, не буду, или наоборот буду, хочу, по-всякому. Изменения должны быть поэтапным, что осилить, войти в поток перемен, чтобы мочь его осилить и войти. Вы знаете, изменения бывают очень разные, может быть, в один момент. И чаще всего, наверное, изменения лучше, когда они происходят быстро, по крайней мере, какой-то рычаг срабатывает, да. У женщины, например, очень часто изменения начинаются с того, когда ее уходит мужчина от нее. Она с ним живет, мне очень счастлива, это какие-то дурацкие отношения, и тут он раз и говорит, я от тебя ухожу, я нашел другую. И женщину понесло. Она начинает хорошеть, она резко находит работу, она начинает следить за собой, она решает все вопросы, которые не решала сто лет. Я люблю вот такие, знаете, перемены такие, чик, и погнали. Что, если о чем-то просишь, оно приходит, но ты не хочешь из этого источника получать? Ты охуел, ты охуел. Это называется, что ты гордый, у тебя есть гордыня, у тебя есть те качества, которые всегда тебя будут блокировать. Это очень часто бывает, когда люди хотят денег, и, например, кто-то приносит им деньги и говорит, вот вам в знак благодарности. Человек говорит, ой, блин, я не хочу брать от этого человека, он мне неприятен. Это значит, что у тебя корона, и у тебя гордыня. Это значит, что у тебя всегда будут проблемы, тебе надо с этим работать, это твои ограничители. Когда ты просишь, и тебе приходят, благодари, и не включай вот это вот, я ненавижу вот это в людях, у меня тоже раньше это качество было, когда ты начинаешь перебирать. Помните, как ребенок, мам, я хочу есть, ты говоришь, на тебе пирожок. Он говорит, я не хочу пирожок. Я говорю, иди в жопу, ты не голодная, будешь сидеть, значит, ничего не есть. Потому что я знаю, что если ты голодная, то ты съешь пирожок, тебе не касторовое масло предлагают выпить. Это называется мозгоебство. И я тоже иногда своим детям говорю, что мозгоебанием мы заниматься с мамой не будем. Я своей маме ебала мозг очень долго, во всё. Мне страшно за это стыдно, но я это делала по одной причине. Мама мне это позволяла, и я это прекрасно знала, и я это использовала. Но я сказала своим детям, что со мной такого не будет. И они прекрасно знают, что я замечательная мама, потому что я могу послать нахер, и они не доводят меня до этого. Они очень точно знают, где моя точка кипения, и говорят, мама, мы поняли. И я считаю, в моем случае это хорошо. И они знают это прекрасно, что перегибать палку с мамой не надо, потому что мама точно ответит за свой базар. И да, в наших отношениях много любви, разговоров, понимания и прочего, но в наших отношениях есть и эта точка. И я знаю по себе, что мне эта точка необходима абсолютно во всём. В отношениях с мужчиной я должна тоже чётко знать, где Серёжа закипает, чётко знать, какую мне грань нельзя переступить. Потому что если бы этой грани не было, я была бы охуевшей девочкой, которая бы периодически просто втаптывала своего мужика в говно, и при этом переставала бы его уважать. И спасибо ему большое, что он эту границу установил, и я точно знаю, что чего делать нельзя. Это важно. Так, как раскачать женскую энергию и всегда оставаться женственной в женском ресурсе? Да хрена, но вам надо. Вот вы знаете, мне кажется, что мы для себя придумываем какие-то вопросы такие, знаете, чтобы уйти от того, что на самом деле важно. Что такое женская энергия? Вы женщина, вы родились женщиной, вы уже такая. Что значит женственная? Ходить в платьичке или что? Что для вас женственное? Это такие понятия абстрактные, которые, ну как бы у каждого это субъективизм. Очень. Каждый по-разному воспринимает. Это как, знаете, вот хороший или плохой. Кто-то мне говорит, ты сука, с тобой невозможно общаться. А кто-то мне говорит, Ольчик, ты лучший человек, я вообще-то мой лучший друг, я с тобой все готова, готова вот вообще все пройти. Потому что на тебя всегда можно положиться. А кто-то говорит, да блин, я убьюсь только, чтобы с ней рядом не находиться. Все очень субъективно. Делайте так, как чувствуете, и будьте собой. Вот я не знаю, я женственная или неженственная, грубая или мягкая. И мне все равно. Я знаю, что я честна с собой в данный момент времени. И иногда мне хочется лежать у своего мужчины калачиком, а иногда мне хочется, блин, раздирать его на куски. И это не меняет сути моей. Это я такая многогранная. То же самое. Зачем вам что-то раскачивать? Делайте то, что вы хотите. Наслаждайтесь, любите. Находите то, что вас драйвит. И это и будет вашим проявлением вашей женственности. Потому что нет никакого шаблона. Если говорить про шаблон платьичка и макияжа, как выглядеть женственно, ну так включите YouTube и будьте женственны на здоровье. Но у каждого здесь свое. Если очень хочется, но страх сильнее, как перебороть себя и нейтрализовать страх. Я не понимаю этого вопроса. Я вообще не понимаю, что значит так бояться, чтобы не действовать. Для меня это непонятная совершенно история. Что значит страх сильнее? Закройте глаза и прыгните. Я прыгала с моста, я прыгала с парашюта. Я знаю, что это такой страх, который просто сковывает тебя. Но тем не менее, это закрываешь глаза и делаешь шаг. Я знаю, что такое в жизни выходить на аудиторию 8 тысяч человек, когда у тебя рот немеет и ноги подкашиваются. Но ты делаешь первый шаг и дальше все происходит. Всегда важен тот самый первый шаг. Но я знаю миллион людей, которые даже маленького шага боятся сделать. Ну, потому что это мелкие люди. Значит, раскачивайте себя как личность. Пока вы не раскачаете себя как личность, пока вы не почувствуете этого посыла и позыва, вы ничего дальше не сделаете. Вы просто маленький человек. Становитесь большим человеком. Раскачивайтесь, мудрейте, становитесь осознанно, не размышляйте, меняйте круг окружения людей, которые вас окружают. Гениальность, конечно, прет. Ну, вы поняли все, о чем я говорю. Развивайтесь, ребята. Лень – это защитная функция организма от неправильных действий. Так ли это? Я не знаю, что такое лень. Мне кажется, лень – это просто такая программа у человека, которая установлена как его защитная реакция от всего мира. Я кое-как проживу, просуществую. Мне кажется, это вот программа где-то изначально, которая в детстве встроена. Не лезь, не пробуй, не трогай, упадешь, умрешь, не надо. А потом выбранная человеком осознанно, как программа, в которой не нужно напрягаться. Большинство людей в мире живут растениями. Если бы не было системы ходить на работу, зарабатывать деньги, иначе ты умрешь, то многие люди бы даже не выходили из дома. Абсолютно. Я в этом убеждена. Мне кажется, это такая внутренняя программа неосознанного человека, который ему заподложить. Вот и все. Потому что другая лень, ну, бывает лень мне утром проснуться, но, тем не менее, есть на второй чаше весов мотивация, да, какая-то. Что я хочу сделать, какой я хочу вообще быть, какие у меня есть цели. Я думаю, так, здрасте, в смысле я не буду этого делать? До свидос. То есть, ну, это другая немножко лень. Поэтому вот эти все оправдания лени, это в любом случае оправдания. Обычно я прощаю лень только людям, которые вроде меня делают очень много, и потом говорят, блин, ну, так лень все это было делать. Я говорю, да, я тебя понимаю, мне тоже было лень. Как повысить свою дисциплинированность? Просто стать человеком своего слова и дела. Вот. Никто не может вас заставить это сделать. Вообще в жизни никто нас не может ничего заставить. Это наше внутреннее. Я просто ставлю себе рамки и держу свое слово. Если вы не держите слово, не приучены этого делать, ну, что я вам могу сказать? Ну, идите в детский сад, попробуйте нанять себе коуча, наставника, платите деньги, чтобы вас за это били. Для меня это очень странные штуки тоже. Когда задают люди вопросы, ну, вы хотите чего-то достигать? Вы взрослый человек, вы должны понимать, мы выросли все. Нет уже училки, которая поставит кол или отчислит из университета. Нету папы, который побьет ремнем, или мамы, которая не купит новое оплатечко. Вы растаете. О чем вы, люди, говорите? Вы взрослые, все люди. Я думаю, что большинство, кто смотрит. Вы должны понимать, еще раз вам напоминаю, что до вас никого нету дела. Будьте вы в жопе или не в жопе, это сугубо ваш выбор. Какими будут ваши дети? Кого-то мотивируют они сами, кого-то мотивируют дети. Вы должны понимать, что ваши дети не возьмут ниоткуда другого примера. Может быть, возьмут, когда вырастят, но поверьте мне, они не будут вас сильно благодарить за тот пример, которым вы были. Поэтому находите в себе мотивацию, вы взрослые. Но если не находите, ну, что я могу сказать? Живите. Прямым текстом можете послать. Ну, по-моему, это очень глупый вопрос. Могу ли я это сделать? Так, я имела в виду, я замужем, но есть мужчина, который готов давать, но я не готова обманывать мужа. Не готова не обманывать. Что я вам могу по этому поводу сказать? Не готова не обманывать. Говорите мужу правду, обманывайте. В личных вопросах, тут, знаете, выборов полно у каждого. Я вам не могу тут что-то в прямом эфире советовать. Так вот, наставили плюсиков и минусиков. Жизнь, она такая прикольная и такая интересная. Легко говорить. Вы знаете, говорить, да, но говорить легко, но не всем. Для большинства людей даже говорить проблематично. На самом деле, есть люди, которые, они говорят, все сложно. Вот поверьте мне, моя жизнь, наверное, для многих из тех, кто как минимум смотрит этот эфир, была бы не по силам. Ну, точно. И мне бы жизнь многих из вас была бы не по силам. У кого-то слишком крутая, у кого-то слишком ленивая, у каждого из нас своя жизнь. Но у меня есть стопроцентное преимущество перед большинством людей на этой планете. Я это прекрасно осознаю. Я обожаю ответственность. Я обожаю брать ответственность за свою жизнь, за жизнь близких мне людей, в частности, моих детей. Я обожаю быть у руля. Я не боюсь этого от слова совсем. И вот у меня была как-то съемка в программе, когда спросили, кто будет первый прыгать с моста, это всегда буду я. Да, я вообще, вот у меня нету этого страха абсолютно. Я сегодня делала одну программирующую медитацию, и она была связана с деньгами. И нужно было представить ситуацию, когда нет денег. Вы просыпаетесь, и у вас нет денег на счетах, ваши карты заблокированы, ваш сейф, значит, закрыт в вашем банке, и тоже ничего нету. И, в общем, нету денег. Что вы чувствуете? Вот все ваши запасы закончились. Я себя чувствовала прекрасно. Во-первых, потому что у меня практически это постоянная ситуация. В моей жизни в долгое время была, когда у меня нет ни на счетах, ни в банке, ни в сейфе. У меня дома огромный сейф стоит. Вот, ну в нем лежат документы, какие-то там бумажки, которые надо не потерять, вот и все. И, вы знаете, я себя прекрасно чувствовала, потому что мое главное богатство и мое дерево изобилия, оно во мне. Я каждый день умею зарабатывать деньги большие. Достаточно большие, гораздо больше, чем люди, большинство зарабатывают в месяц. Я могу зарабатывать эти деньги каждый день и так далее, и так далее, и так далее. У меня эти границы совершенно вот не раз... ну, как бы у меня нету шор. Я давно это все проработала. И я пыталась найти свой страх. Его надо было найти, а я не могла его найти. У меня не было ничего сковывающего. Я уже погружалась там глубоко-глубоко. Думаю, ну где-то же, блядь, должен быть этот гребаный страх. Что делать, что... А у меня, блин, ржака просто. Она все рассказывает, значит, голос там этот говорит, что делать, что искать. А она как жизнь мою описывает. И там нету денег, и там, и муж ваш уехал, и там вам деньги не оставили. А я ржу, да вы, бляха, ну-ка, откуда она знает мою жизнь? И я понимаю, что я давно лишилась этих страхов. Давно лишилась этих страхов. Поэтому по поводу того, что говорить мне легко или сложно, я проживаю свою жизнь. Я проживаю свою жизнь. Я бросаюсь со всех обрывов, и это научило меня летать. Это научило меня кайфовать от этого, не бояться, не думать, что будет. А знать, что всегда у меня все будет охуенненько, потому что я уже все попробовала, и я умею выживать в абсолютно любых ситуациях. И сегодня мой мозг не боится бедности, и больше никогда не будет бедным, потому что я нахожусь в другом измерении, уже в своей голове. Вот, собственно, и все. Мне 38, съехала только от родителей. Мама обижена, как ее настроить на позитив. Меня напрягает то, что меня не поддерживает, а топит. Леночка, значит, я вам скажу первое. Вам 38 лет, вы уже практически старая женщина для того, чтобы жить с мамой. Вы охуенно красивая молодая девушка для того, чтобы быть самостоятельной, но страшно старая, чтобы быть с мамой. И вы маме своей ничего не должны. И ваша мама вам тоже ничего не должна, и вас никто не должен поддерживать. Вы взрослая тетка, мать вашу. Вы уже должны были давным-давно ту маму свою поддерживать и точно с ней не жить, и просто присылать ей посылочку с продуктами. Поэтому вы бросаете сейчас все эти мысли о поддержке. Это все ваши якоря, которые вас держат крепко и не дают вам летать, не дают вам жить своей жизнью, не дают вам реализовываться самостоятельно. А сейчас вы все будете ощущать чувство вины перед мамой. И ваша мама свою функцию перед вами давным-давно выполнила. А если точно, то 38 лет назад. А 20 лет назад, так уж подавно, вам нужно было взять и валить давным-давно. Поэтому лучше позже, чем никогда, вы прекращаете думать о своей маме в контексте того, что она вас топит, она вас не поддерживает. Успокойтесь, вам никто, ребята, ничего не должен. Научитесь быть самостоятельными, яркими, потрясающими, крутыми людьми. И все. И успокойтесь вы. Вот это, знаете, постоянно мне нравится. Меня не поддерживают. Да насрать, блин. Никто вам ничего не должен. С чего вы взяли, что кто-то должен свою жизнь отдавать вам, чтобы вас поддерживать? Живите сами. Научитесь наслаждаться тем, что вы контролируете свою жизнь, вы руководите своей жизнью, вы управляете своей жизнью, вы взрослые. Все. Большинство людей живут как, блин, трехлетние дети. У меня Еве шесть будет, она взрослее, чем вы. Она самостоятельно одевается, моет волосы с четырех лет и сушит их. Ходит в школу, я даже рюкзак ей никогда не собираю. И берет еще в школу бутерброды сама. И на завтрак готовит сама. Вот учитесь быть самостоятельными, потому что сильно долго подтирали попы вам. Вот. Так что, Лена, вперед. И с песенкой. Ваше здоровье. Вот и бесконечный сегодня бокал с колой у меня уже заканчивается. Он тяжелый. Думаю, что он такой тяжелый? Тяжелый за подстаканник. Но еще было. Так, у нас с вами еще есть, я думаю, порядка 10 минут эфира, пока нас не выключаем. Поэтому можем с вами продолжить. Потому что как жарко. Сохраните, пожалуйста, эфир. Значит, я вам открою секрет. Это не я решаю сохранить эфир, это решает Инстаграм. Вот. Я стараюсь всегда эфиры сохранять, но Инстаграм не всегда это разделяет. Вот. Поэтому посмотрим, насколько нам с вами повезет. Я надеюсь, что нам будет вести. Да, как обычно. Уже, игруль крутит. И как вам повезло, что мой муж не возвращается. И сегодня, на самом деле, я не знала, будет ли эфир или не будет. Вот. Но все как-то сложилось. Даже с моей опаленной мордочкой. Так, есть у нас еще вопросы. Давайте. Я с вами с удовольствием продолжу общаться. А то мне самой уже болтать надоедает. Какая у вас машина? У меня Porsche Cayenne. Если больше часа не сохранит вроде. Не, сохранит, сохранит. Сохранит даже, если больше часа. Вопрос не в этом. Бывает просто такая штука, когда экран делает так. И видео исчезает. И ты сидишь и думаешь, как это могло произойти. Что это? Но бывает. Всякое бывает. Вы знаете, я вообще в жизни научилась реагировать на все нормально. Что бы в моей жизни ни происходило, я выдыхаю и принимаю это как часть плана. Потому что иногда даже вот этого чувака, который в Макдональдсе меня долго обслуживал, иногда хочется устроить какой-то кипиш сумасшедший. Но затем ты опять понимаешь, зачем. Что мне это даст? Вот задавайте себе этот вопрос почаще. Что мне это даст сейчас? Вот когда я на кого-то обижаюсь, что мне это даст? Что я хочу получить этим? Я хочу испытать негатив. Даже мой муж. У меня муж вообще очень взрывной. Причем взрывной настолько, что, боже, это просто какой-то капец. Просто катастрофа. Я первое время вообще не знала, как с ним жить. Он просто его перекашивает в две стороны. Он весы по знаку зодиака. И весы, как показала практика, очень стремные люди. Их очень сильно колбасит. И его, когда он взрывается, он становится таким агрессивным. Вы себе не можете просто представить. И в начале нашей жизни это было очень-очень сильно заметно. И вот сегодня он мне говорит о том, что он тоже взбесился. Когда этот Макдональдс, он не понял, почему мы опаздываем. А я 10 минут стою, значит, там в очереди. Первая в очереди. И он говорит, я все время задаю себе вопрос, почему ты злишься? Ты хочешь, значит, сейчас испытать, ничего же такого не происходит. Значит, ты просто хочешь испытать агрессию, состояние агрессии. И задаю себе вопрос, а почему ты хочешь ее испытать? И говорит очень часто ответ, да я не хочу ее испытывать. Ну так и не испытывай. И сразу попускает. Я по знаку Зодиака Лев. Кто-то писал там, да. Кстати, это один, все ваши эфиры крутые, но отжатого прозреют, отжатого. Наверное, от этого прозреют многие, наверное. Как научитесь себя любить и покупать новые вещи? Куплю всем детям, мужу, а себе отказываю. Это тоже для меня странный вопрос. Во-первых, я вообще не понимаю, как себя можно не любить. Ну это для меня такой очень странный момент, как себя можно не любить. Я понимаю по поводу того, когда ограничен бюджет и когда хочется отдать лучшее детям. И это я понимаю. Но тем не менее, я, например, для себя нашла следующее оправдание в свое время. У меня это, знаете, было веселее. Я зарабатывала, когда бизнес начал развиваться, я начала зарабатывать, но было много расходов на сотрудников. И меня очень бесило, когда мой муж выгребал деньги для, ну каждый месяц, там, аренда офиса, сотрудникам зарплаты. А я очень часто оставалась без денег. Ну без денег, чтобы потратить их на себя. Вот так. То есть мы у нас были ежедневные траты, безусловно, еда, квартиры там, ну и прочее. Но вот чтобы пойти себе что-то купить, нет. И я в какой-то момент ему сказала, послушай, я не буду больше работать. Говорю, понимаешь, вот ты сотрудникам вовремя выплачиваешь зарплату, но работать для того, чтобы всем дать работу, приходилось мне. Я всегда зажигалка была в нашем бизнесе. И я говорю, понимаешь, в следующем месяце им будет нечем выплачивать зарплату, потому что у меня больше нету мотивации. Если я не могу купить себе, тогда я очень любила платье. Если я не могу купить себе новое платье, то у меня нету настроения работать. Если у меня нету настроения работать, сотрудникам будет нечего делать, нечем платить. И он мне поверил на слово, потому что так и было. И я себе всё время говорила, что когда я хорошо выгляжу, когда я что-то для себя делаю, когда я дарю себе подарки, тогда у меня появляется дополнительная мотивация быть лучше во всём. Быть лучше мамой, быть лучше женой, быть лучше в бизнесе. И меня это драйвило всегда. Сейчас ситуация немножко другая, потому что у меня не стоит таких вопросов. Я всегда себе всё покупаю, я обожаю это делать себе, другим. Но я себя очень люблю, и тоже не сразу к этому пришла, и полюбила себе всё, свой неидеальный нос, рот, волосы, прочие какие-то вещи, которые мне тыкали и мыкали. И когда это начало происходить, как-то вообще себе стало больше нравиться, и людям как-то другим, наверное. Но я считаю, что это надо делать. И если вы себя не любите, надо понимать причину, докопаться до причины. Может быть, вы зарабатываете недостаточно денег, значит, нужно повысить доход, ну и так далее. Всегда, вот когда копаешься, можно найти ответ. Так, раньше жила бедно, сейчас всё хорошо, но у меня чувство, что я недостойна разных благ. Вы блокируете свои финансовые потоки, и вы находитесь в зоне риска. Эти вещи нужно прорабатывать, с этим нужно работать на ментальном уровне. Это действительно так, потому что у меня тоже так было, и поэтому моя жизнь выглядела вот так. От того, что нет денег, очень много денег, нет денег, очень много денег, нет денег, много денег, мало денег, нет денег. Вот, сейчас я хочу, чтобы просто было много и по нарастающей. Так, о, спасибо, Сергей Ермилов, вы закончили? Так, мой муж тоже весы, 9 лет вместе до сих пор не привык, но если человек к тобой манипулирует и постоянно рассказывает свои проблемы, это про старые границы, это про то, что этого человека нужно удалять из жизни своей просто, просто вырезать как аппендицит. Не иметь в своем окружении таких людей, сказать ему в лоб, слушай, мне не нравится такое общение, но мне не подходит, всего доброго, до свидания. У вас есть наставник или вы сами пришли таким взглядом на жизнь? Нет, у меня нет наставника. Я человек, который очень любит размышлять, наверное, очень сильно любит. Вот, я вчера говорила с Сережей о том, что это, наверное, мое главное преимущество вообще было в жизни, которое помогло мне выйти из того круга, где я родилась, где я находилась и где бы я могла быть. Я всегда задавала вопросы и всегда искала на них ответы. И, пожалуй, вот то, почему я часами могу разговаривать в машине, некоторые люди очень бесятся, особенно в ютюбе, как можно сидеть и самой с собой разговаривать целый час в машине перед камерой? Вот так, это мое размышление вслух, я умею это делать и мне это всегда очень помогало. Так, как поверить в свои силы и достигать большего в карьере и в личной жизни? Приходите на рерайтер жизни, у меня всегда только один ответ. Как побороть синдром самозванца? Я не знаю, что такое синдром самозванца. Скорее всего, это синдром неуверенного в себе человека, значит, вы не понимаете, свое устройство. Опять-таки, приходите на рерайтер жизни. Пока вы не поймете, как вы устроены, пока вы не поймете, как устроен ваш мозг, насколько вы богаты в этой жизни и как вы не используете свой ресурс, просто потому что вы читали не эту книжку, в вашей библиотеке нет книги, инструкция по использованию своего мозга. Понимаете, у вас есть другие книги. Пандемия, что тетя Клара сказала тете Тамаре, кто кому родил, как повысить зарплату на 10%. Вот нужно поменять литературу. Приходите, я вам дам все, что вам нужно. Как перестать думать о том, что обо мне подумают другие? Зачем вы об этом думаете? Вы задаете себе вопрос, почему для вас это важно, что о вас думают другие? Где ваши комплексы и ваша неуверенность спрятаны? Опять-таки, у вас у всех прямой путь. Я не знаю, почему вы еще этого не поняли. Вам всем нужен Нарерайтер жизни. Вот у меня все, кто проходит марафон, у людей не возникают такие вопросы. По крайней мере, ответы начинают уже приходить очень естественным путем. Вам просто нужно осознать, как вы устроены, как устроен каждый человек, почему люди манипулируют другими людьми, почему люди не живут своей собственной жизнью, почему люди не используют тот безумный источник богатств, вот здесь, который у нас существует. Когда вы начинаете это понимать, вы уже в течение месяца начинаете меняться. Вас перестает парить, что о вас думают, что о вас говорят. Вы перестаете как бы уже задавать себе вопросы, надо вам это или не надо. Вы сами учитесь собой управлять. Почему вам неинтересно стать водителями в своей жизни, за руль сесть, а все время хотите ездить в маршрутке общественной? Вот вам нужно захотеть это сделать. Куда идти? Знаете. Все время думаю, что недостаточно хороша в своей сфере. Кажется, что есть круче и лучше эксперты. До тех пор, пока вы так думаете, так и есть. Я вам открою секрет. Если вы думаете, что вы не лучшая жена для своего мужа или не лучшая любовница, так тоже есть. Все рождается в голове. Для этого существуют изначально ментальные практики, понимание того, что вы создаете себя изначально вот здесь. Я себя, как Оля Юрмилова, изначально создала вот здесь. Сначала я поняла, кто я, кем я хочу быть, а затем я начала этим заниматься. Если у вас есть время думать о других, значит, вы слишком мало времени уделяете себе, своей работе. Я никогда не изучала конкурента. Меня часто сейчас спрашивают, вы проходили тот-то марафон? Вы тут слушаете? Да я понятия не знаю, никаких марафонов и знать не хочу. Зачем? Мне есть чем делиться. У меня столько энергии, у меня столько знаний, у меня столько всего. Зачем мне наблюдать за тем, что делают другие люди? Пусть они за мной наблюдают, если им интересно. Мне как бы неинтересно. Мне интересно вести. Я лидер по своей природе. Я отвратительный сотрудник. Я никакой наемный вообще там человек. Я плохой ученик. Но я потрясающий наставник. Я лучший тренер эвер. Потому что я такой родилась. Потому что я себя такой чувствую, ощущаю. Потому что этому есть тысяча людей в доказательствах. Все. Обнимашечки.